Российским госучреждениям могут запретить покупать автомобили в стран, которые ввели антироссийские санкции. Подобный законопроект уже готовят депутаты Госдумы. Ну а пока же чиновники, очевидно, предпочитают продукцию иностранного автопрома. Виталахова вспомнила, на чем ездят. Абсолютный лидер Toyota Land Cruiser. Но, увы, это не результаты очередного тест-драйва. Недешевая иномарка, самый популярный автомобиль антирейтинга, составленного членами Общероссийского народного фронта. По результатам мониторинга сайта госзакупок, где совсем нетрудно отследить предпочтения чиновников самого разного уровня. Toyota Land Cruiser 200 повышенной проходимости, цвета черный металлик, с семью посадочными местами и объемом двигателя не менее 4,6 литра. Вот набор требований к автомобилю для нужд Думы Владивостока. Цена вопроса 3 миллиона 434 тысячи рублей. Или вот еще машина той же модели с кожаным салоном и четырехзонным климат-контролем за 3 миллиона 409 тысяч. Но уже в пользование администрации Свободненского района Амурской области с населением в 15 тысяч человек. А это пример совсем свежей. Газета «Московский комсомолец» публикует проект письма от правительства Хабаровского края губернатору Вячеславу Шпорту. Общий смысл такой. Увеличилось количество депутатов и думских комитетов. И поэтому, цитата, «для обеспечения их деятельности возникает необходимость дополнительного приобретения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado». Изменения в краевом бюджете потребуются. Почти 3 миллиона стоит сама машина, еще чуть больше 100 тысяч, ее годовое обслуживание. И историй таких десятки. Активисты нашего проекта, зарегистрированные у нас на портале «Зачестные закупки», на сайте «Закупки.gov.ru» Это специализированный портал, на который стекается информация обо всех закупках госучреждений и государственных компаний. Они, заходя на этот сайт, могут забить либо название автомобиля и найти там эти автомобили. И когда они их находят, добавляют к нам на сайт, после чего мы реагируем либо опубликованием таких закупок в СМИ, придаем огласки, либо пишем высшим руководителям этих государственных компаний письма с просьбой объяснить целесообразность покупки такой дорогой машины. О том, что чиновникам пора умерить аппетиты, говорят уже не первый год. В 2013-м Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий стоимость железных коней для слуг народа – тремя миллионами рублей. Но окончательно документ почему-то до сих пор не приняли. Месяц назад премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее запрет на покупку иномара для чиновников. В норме, правда, есть исключение. Машины зарубежных брендов покупать можно, если собраны они в России. Новые поправки, над которыми сейчас трудятся депутаты КПРФ, послабление, возможно, отменят. Законодатели говорят, цели они преследуют не только воспитательные, но и внешнеполитические. Инициатива эта появилась как ответ на те санкции, которые сегодня пытаются навязать Российской Федерации, наши оппоненты с Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Мы посмотрели продажу этих автомобилей, дорогих иномарок. И, как выяснилось, Российская Федерация является одним из наиболее серьезных покупателей именно этих дорогих иномарок. Поэтому мы посчитали, что в нынешней ситуации для того, чтобы наших немножко оппонентов поставить на место, будет правильным, если для государственных служащих, федеральных и муниципальных будет запрещено приобретение этих автомобилей. Выбор остается небольшой. Автопром российский, корейский, ну и, может быть, еще китайский. Документ в Нижнюю палату, правда, еще не внесен. Поправки на стадии разработки. Коснется ли закон только новых закупок или чиновникам и вовсе грозит распродажа имеющегося автопарка, пока непонятно. Виталахова, Марик Нефидова, Лейла Алназарова, Вести.